Всем привет, с вами Ёжик и мой новый составчик. После того, как я поймал Криштиану Роналду, я смог себе взять не только Киллиана Мбаппе, а и Неймара. Ну и я давненько уже хотел собрать в команду Фофана СБЧ, потому что видел, что он в очень многих компетитив составчиках, метовых, где даже кулит. Роналду, который R9 и в общем все возможные крутые карточки. И тут такой, хопа, Фофана, Фофана, я такой думаю, надо доверять тем, у кого есть возможность поиграть практически всеми карточками FIFA. По статам он очень привлекательный и сбалансированный, несмотря на то, что по игре напоминает самого Патрика Веера, я бы сказал, что в атаке он даже больше пользы может принести. Кстати, Уиген Легу я всю отыграл за пятницу, за вчерашний день, и поэтому предлагаю вам сейчас посмотреть на самые интересные матчи, без тех, которые я там разваливал по 2-3-0, 4-0, и все, речебитами заканчивалось. А вот в тех, где были проблемы. Ну и там посмотрите нам Баппей и Неймара в действии, а уже попозже я вам расскажу о своих впечатлениях по Фофана, с которыми я сыграл практически 40 матчей. Скажу еще, что вы увидите много в действии репарта. Ну как много, все-таки вы больше видите, как я забиваю, чем пропускаю, наверное. Но все равно, в общем, репарт есть в составе. Здесь же был информ Чуамы Ни, но я поиграл с Чуамы Ни, и скажу вам, что тяжелый он очень на мяче. Хотя по статам, если сравнить его с этим репартом, они очень похожи. Но вот как-то моделька у Чуамы Ни тяжелее двигается, мне это не нравилось. Я решил по итогу играть с этим репартом. Хотя его цена, я брал даже за 16 тысяч сейчас на рынке, он 15к, если даже не меньше. Это просто что-то, ну типа, как так? Но на самом деле играет он лучше, чем на 15 тысяч, это уж точно. Но ладно, посмотрите игру немножечко, и тогда я к вам вернусь. Завтра в итальянской серии А будет по-настоящему жарко. Миланское дерби, Милан против Интера. 1x ждут ваших прогнозов, так что переходите к ним по ссылочке в закрепленном комментарии и успехов. Хоть бы не R9 и гулять, пойдет. Без офсайда. Отлично, Лео. В этом прикол, конечно, Месси на крыле. Он сейчас с угла может там с левой лалюхи такие закидывать. Скинь. Вы знаете, как выглядит скилл? Вот так. Нет, ну а как? Вот хорошо. Ноль вопроса. Гол по делу в пустые ворота. Но как мяч сейчас прошел мимо моих двоих игроков, там вот, которые стояли рядом? Как? Видите, что там вообще пофиг стать на неполной химии. Чувствует себя, как рыба в воде. Что такое играть с Лео Месси на крыле? Ой-ой-ой-ой-ой. Не знаю, как так, но фофона дает чувство уверенности в опорной зоне, честно говоря. Как старший брат. У меня нет брата на самом деле, но вот чувство появилось, что есть. Уверенный чел в опоре появился и спокойно на душе. Блин, это было эффектно, ничего не скажешь. Надо рвать такую опорную зону. Так, тут соперник с составом далеко не компетити. Камера, которая меня просто перебила. Я в шоке. Я настолько близко давно не сидел. Это что за стадион? Посмотрите на эту камеру. Я вижу, как моргают мои игроки. Вообще не знаю, что делать сейчас на поле, честно говоря. Блин, не люблю эти блоки, капец. Фофона с отскоком. Хорошо дал, молодец. Да он поярче веера будет. Вы что? Веера так не забивает. 1-0 тоже подходит, слушай. Без проблем. Можем так постоять. Можешь хоть на голову встать. Мне кажется, соперник смирился с тем, что попал на сильного соперника. Но это совсем не точно. Но сейчас бы такой рандомный навес залетел. Это было бы обидно. Такого я еще не видел. Отлично. Если там был вопрос, почему Неймара не Месси, то вот ответ. Я так совсем краем глаза посмотрел. Скоптерн, бро. Скоптерн. Поехали. Ох, она. Блин, он так мне нравится. Сразу вот зашел мне. Ну просто что за идиотизм в моих воротах? Извините. Отлично. Ого-го. Ого-го-го-го-го. Ого-го-го. Хорош. Как же долго сейчас мой навес на Мадвинитиусе запрягался. Но все равно он доставился так, как я планировал. Но это было настолько долго, что я думал, что сейчас в блок все закончится. И контратакующий получил. А по итогу... И Няк, и Вильямс, и Исак. Сколько я там уже выиграл? Кто-то считает? Или кто статистику, может быть, смотрел? Без офсайда четенько. И туда его. Да-да-да, алло. Алло. Конечно. Браво. Да вы... Подожди, это что за анимация я сейчас была? Он даже руку не дернул в сторону мяча. На. Ой, это мне так нравится. Это лайк. Чисто. Мы разводим киков и забиваем гол. Ова. Что-то жесткое опять. О-оу. Месси оставили. Только что я крестиком прожал и отправил стик вверх, чтобы он скинул куда-то туда мяч. В аут. Ну, что сделал мой игрок? Геймплей сейчас в фантастическом состоянии, конечно. Одна странность, которая только что произошла, это буллрол, который не состоялся. Перед тем, как Бапа бил. Четко. Машина, Бапа, машина. Ну так. Физпорт. Йес. Отличный класс. На месте. Куда ты опять путаешься туда на страйкера, брат? Че тебя туда носят? Так любит он туда нырнуть? Жесть. Я хочу тебе бы шире предложение, а его нет. Месси ушел погулять к страйкерам. Видно, что человек сыграл 100 матчей на позиции СТ у меня там. И лица по центру. Бля, что он творит за этим в Венецию в своем шоке. Есть же. Настолько идеальный получился ревес. И попал так хорошо в Венецию с Твикфута, что Донорума не справился. Они полной химии, ПОЦ 83-й рвет. Офигеть. По сравнению с этими малышами, которые хер остановить. Не, ну вот этот отскок был несправедливый. Все было в этом матче хорошо, но этот отскок идет нахер. Да ляха, быстрее дай этот пас на пустые ворота и все. Ну а мой специальный промокод ЕЖИК перенесет крутой бонус на старте для новых пользователей. То Нали, то Мори, Тео. Офигеть, там, конечно, треугольничек такой. Аж вспоминаю Ромуси, ПА-17, Манулас, Берес, Дангулан. Но не факт, что если бы я на него переключился, то команда успела перестроиться там. Отлично. Ох ты, фофона. Ноу-лук. С-под тяжка ударил. Да нет, я вот все сделал именно так, как задумал. Но я не верил, что Алис он вам сейчас достанет. Вот дерьмо. Да капец. Ну! Да ну нафиг. Бля, репарт, ты где, брат? Ну, я... Бывает. Ну, наконец-то, ё-моё. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Отлично. Ну, Неймар ковернул хернём. Ух ты. Сейчас, наверное, не стоило было прибрать касание. Было время принимать. О, бля. В пиз... В втором экстратайме я такого еще не видел. Лучший ёж. На опте. Но я заслужил в этом матче победы больше. Нифига себе. Наигрались сегодня викинг-лиге. Найс. Ну, Фафанна сразу двоих заломал. Лучший. Но жаль, что судья это заметил. Вау. Такой пас прошел, и всё. И похоронил меня этот пас. А вот это я лучший. Хорош. Отлично. Ух ты. Поскромнее тут карточки, но есть Криштиану Роналду. Ай, Репарт, ну ты дерьмо. Ну как? Молодец. Ой, ёп. Ну, этот... Этот не раскликался. О-о-о-о-о. Оп. А-а-а-а. Ну, сегодня ГГ по делу. Криштиану Роналду, Каннавару, Нкунку есть опять на поле. Задолбали. Это такая рандомная сейчас ситуация на поле. Ну, от меня вообще ни хера не зависит. Ну, я в шоке. Но зависящий от себя я сделал. Я забил первый гол в этом матче. Ужасно сложно, друзья. Ес! Мы выжили в этом дерьмо коннекте на первый раунд в пятницу. Награды. 105 тысяч кэша опять. Шесть информов продаваемых. Пак за 125к продаваемый. Три красных информа. Где мой Винитис? Где он? Дерьмо. Дерьмо. И последний. Маркиньос. Дерьмо. Отвратительные награды. Нафиг я вообще пахтел в этой Викенд Лиге. Ладно, продаваемый будет Винитис, поехали. Грифо. Let's go. 30 тысяч. Я передумал. Гулит. Браво. Классный пак за Викенд Лигу. Супер. Let's go. 125 тысяч пак. Видите, я доволен. Хе-хе-хей. Чисто на молчаночке. Мы смотрим на говно молча. Все, друзья. 37 матчей в Мейнглой провел Фофана. И 17 из них уже в элитном дивизионе. Где не дадут соврать по ощущениям. С игроком там все матчи жесткие. Ты сразу чувствуешь, насколько игрок хорош или нет. И я рад, что с Фофана не ошибся. Он действительно очень приятный. Он, возможно, не настолько противный для соперника, как эталонный патрик Веера в опорной зоне. Но при этом он атаку поддерживает точно лучше, потому что Веера такой себе в атаку совсем неохотно лез, я помню. В целом карточка однозначно достойна своих 200 тысяч. Всем рекомендую, кому по линкам зайдет. У меня лично вот был вопрос собрать Фофана и Линкунку, потому что антрейда хватало на одного из двух. И я доверился все-таки статистике. Многие используют Фофана. И не ошибся, он действительно классный. Но все же к нему вот в пару хотелось бы кого-то более шустрого, чем тот же Репард, Чуамани. Можно на самом деле Ренату Санша попробовать рарного закинуть таким вот образом. Миренату туда наверхушку, но все-таки если посмотреть на статы, ну Репард достойный, чтобы с ним играть. Поэтому с ним себе и играю. Дальше тень поставил и нормально. Честно, как только появится возможность от него избавиться, я сделаю это. А так за 15 плюс-минус тысяч карточка, ну кашу особо не портит. Хотя бывает, что где-то мне не хватает креатива в атаке, который бы хотелось получить от игрока, который играет вместе с Фофана. Но имеем, что имеем. Выходим по линкам, уж как получилось. Венициус тут на неполной химии вообще справляется на фланге. Красавчик. Неймар и Мбапе обсуждать вообще нет смысла. Вы понимаете, что это мета, мечта любой женщины, так сказать. Такие вот дела. Двигаемся дальше. А на сегодня, пожалуй, все. С вами был Ёжик. Если видос понравился, не забывайте про лайки. Скоро увидимся. Пока.